слава богу все и любимый кофе любимый дом выйти в эфир все всем здравствуйте сейчас еще фейсбук подключается и мы начинаем слава богу традиционный урок уже из иерусалима значит и мы 49 урок сегодня подходим к завершению в цикле увеличиваем радость и вот завтрашнего дня как раз завтра 4 мая у меня 5 мая день рождения до этого момента рождения я думаю с 5 мая начать какой-то новый цикл у тебя до 5 мая завтра 50 будет урок давайте еще 50 урок будет про радость будем увеличивать радость а дальше решим что дальше мне кажется что дальше уже увеличивать радость некуда уже дальше некуда как говорил моя бабушка уже радостны мы очень сильно те кто прошли уроки с 7 октября как мы начали изучать книгу сад благодарности то есть мы стали вначале благодарными 120 уроков потом увеличивали радость стали радостными но теперь как бы мы пришли к тому что надо сейчас двигаться дальше я в последние дни экспериментирую с границами где надо увеличивать радость а где устанавливать границы как знаете есть два вот этих вот качество главных и два главных качества из качества хэсет милосердия хэсет это когда ты все время отдаешь 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 ничего не ожидая в обмен в и ты все принимаешь ты отдаешь это хэсет называется на качество хэсет вот и радость полностью так понял базируется на вот этом хэсете на милосердии то есть ты все принимаешь все что всевышний дает с радостью то есть а что всевышний дает он дает через других людей разные их тоже какие-то слова, действия, желания и так далее. И если ты все это принимаешь, то ты становишься таким вот как буддист такой, как Будда. Буддист и монахи, их в принципе все любят. Я не видел, китайцы только их не любят. Китайцы их не любят почему-то, китайцы их даже убивали, этих буддистих монахов. Далай-ламу выгнали из Тибета. И они такие тибетцы, эти буддисты, я толком не знаю, честно, я тут не специалист. Но у меня никакое впечатление, что они такие уходят куда-то, да, улыбаются. Один раз в день они кушают, просят такой с кружкой, ходят подаяния, ходят в красивых оранжевых таких одеждах. И все, вот такие прекрасные люди все время улыбаются, всегда спокойные. И их цель была, это прийти к счастью. Мне кажется, что они к счастью пришли. То есть цель буддистов, все-таки они уже почти тоже, около двух тысяч лет существует буддизм. Они уже больше двух тысяч лет идут к одной цели, к счастью. Но в итоге, чтобы прийти к полному, полнейшему счастью, нужно тогда раствориться. Нужно убрать свое эго, свое я, свои желания, свои цели, свои потребности. Все это если убрать, то в итоге у тебя будет вместо всего этого будет счастье. Если ты смог справиться с тем, что тебя самого в виде твоих целей, желаний и планов не будет. И вот мы дошли уже до пика. 49-й урок увеличиваем радость. Это получается у нас 120 плюс 50. 170 почти уроков только. 7 месяцев мы двигаемся в этом направлении. Теперь, я вот как раз сейчас на Песах. Песах это такой был переключающий момент. Песах это был выход на свободу из любых схем. Выход на свободу из всех ограничений. И ограничение постоянной принятия радости, это тоже ограничение. То есть если взять, то это тоже некое ограничение, только ограничение себя. Когда ты принимаешь всех, то в этот момент ты ограничивай должен себя. Это очень интересно, как Всевышний, Бог, мы сделаны по образу и подобию Бога. Он когда сотворял мир, а он же всесильный, он, ну, как бы весь мир его, он хозяин, он может в одну секунду вообще остановить все это мироздание. Но он ограничил себя, Бог, да, и прямо так и говорят, что создание мироздания, это было ограничение. Цим-цум, такое у них слово есть, у каббалистов. Ограничение бесконечного и безграничного Всевышнего. И он создал такое пространство, как спейс, такое, да, место, где человек может жить, как будто бы он сам, у него есть свобода выбора. Но это как будто бы Бог сделал такое, как место, пространство, в котором человек, он может даже сказать, а я в Бога не верю. Представляете? То есть, и Всевышний так себя спрятал, он говорит, ладно, давай выбирай, посмотрим, что ты выберешь, вот тебе, значит, я тебе даже объясняю правила игры, вот тебе посылают с хака, он тебе рассказывает, что действительно тебе кажется только, что у тебя есть свобода, твоя выбора. Я так сделал, говорит Бог, но я тебе говорю, что есть добро, зло, есть вечная жизнь, есть вечная духовная жизнь, есть исчезновение. И выбирай, веришь, не веришь, делаешь, не делаешь и так далее. Дал свободу выбора. И, значит, Песах это как раз вот проявление Бога Творца. И в Песах я как раз и подумал, а что если попробовать, что если попробовать все-таки в отношениях с другими людьми, все-таки включать свое я. А что будет, если не все время, то есть, 7 месяцев, что делать, если все время уступать, что будет, я понял. Все довольны, все счастливы, значит, нет никаких конфликтов, кроме внутреннего конфликта. Но если, опять же, если ты осознанно принимаешь, благодаришь, видишь во всем Всевышнего, то внутри рай, полный рай. Как нам обещал Рав Шаломарош в предисловии книги Благодарность, Сан Благодарности, он говорит, у вас будет рай на земле. Если вы будете за все, за все, за все, без исключения благодарны, то у вас и будет рай на земле. Потому что вы будете в любой ситуации, вы будете принимать эту ситуацию, приятие такое будет, да, стопроцентное. И в любой ситуации вы будете радоваться и видеть Всевышнего. Не будет вот этого войны, напряжения и так далее. Только если вы внутри сумеете не обмануть себя, а по-настоящему принять. Хорошо, теперь я с Песоха перестаю принимать, все, ставлю пробу некоторые такие, а почему все, может быть, принять и себя тоже, которые считают, что там тут надо так поступить, тут так, тут так. И начинаются сразу же стычки искры с другими людьми. Другие люди не принимают, то есть, ведь не все же, как бы, такие живут в принятии, добрые, веселые, счастливые. Не для всех даже это ценность. Есть люди для кого-то вообще не ценность. Вот прям они вообще не хотят быть счастливыми и веселыми. У них ценность, ну, какие-то у них другие ценности. Есть люди, которые вообще никогда не задумывались, какие у них ценности. И живут они просто по каким-то правилам, например, из мультиков. Там было такое правило «Старуха Шарпакляк», помните? Кто людям помогает, тот тратит время зря. Хорошими делами прославиться нельзя. Они хотят прославиться. Людям не хотят помогать. Хотят, наоборот, делать плохо другим людям. Есть статьи, вот у них вот такая вот прям система координат. И они смотрят сейчас, например, какое-нибудь видео, как сделать яд в домашних условиях, чтобы отравить своих близких. Может быть. Есть статьи тоже, что вы думаете? Столько историй вообще. Вот когда Экклезиаст тебе писал, комментарий, кстати, да, на Коэль это там, он... Я много приводил вот этих вот статей, историй. На Мишле тоже есть, как люди, что делают вообще страшные вещи. И вот, значит, как быть здесь? Как дальше быть? Значит, и нам опять же приходит на помощь Тора. То есть, если ты хочешь быть стопроцентным праведником, во всем видеть волю Всевышнего, то и все принимать, тебе будет хорошо. Но непонятно, что принимать. А если человек делает тебе плохо? Если человек делает тебе плохо, если человек делает тебе даже неплохо. Я вам сейчас расскажу пример, очень простой пример. Про моего учителя Азихрадонца Декли Враха, праведник упомянутый добро, Равыцкак Зильвер. Значит, Равыцкак, он был праведник. Один из 36 скрытых праведников в каждом поколении. Из 36 вот этих скрытых, полнейших праведников, заслугу которых существует мир. Это как такие вот 36 раутеров Wi-Fi, которые обеспечивают связь мира, мироздания с духовным миром. Как 36 таких точек, да. И он был один из них. И вот, значит, он жил, он родился в 1917 году в городе Казань, куда выгнали его родителей. Его родители были из очень древней раввинской семьи, которая родом до царя Давида. Их, значит, была Первая мировая война. Их переселили, переселили их в Казань из Прибалтики. И вот он, когда они там были, там, может, год они там были или два, они были в Казани, вдруг они оказались. Он родился там в 1917 году, и как раз началась революция. Его папа Рав в Казани становится враг народа. Их просто выселяют там из комнат, они живут отдельно, потому что им вместе они не могли жить. Потом они там в коммуналке, в какой-то, где его пытаются, маленького мальчика, такие у них были соседи, Евсекция, коммунисты из еврейского отдела, которые знали еще Тору, и они старались прямо специально всех, ну, лишить Торы. И вот, значит, его заставляли там в Шаббат свечки, этот спички пытались заставить зажечь, там, хлеб кушать в Песах и так далее. И вот, значит, от 1917 года, сейчас я пропускаю большой кусок его жизни, 950-й год, значит, он, это ему получается уже 33 года, возраст 33 года, он женат, у него уже родились дочка, по-моему, уже и сын родился, то есть уже несколько у него есть детей. 50-й год, и вот он выполняет подпольно роль Рава в городе Казань, и он живет просто, помогает, всем помогает, все целыми днями он бегает куда-то, всем помогает, он вообще пешком не ходил, все время бегал. И при этом он успел закончить в Казанске университет государственный по физике, физика, астрономия, математика, там, гений вообще во всем, ну, то есть, при этом он успевает уже пройти несколько раз весь Талмуд, все книги, то есть он каждый день всю жизнь учил по 2 часа Талмуд, обязательно, где бы он ни был, что бы с ним ни было. И вот, значит, 50-й год, 50-й год, 1950-й год, у него из-за того, что он работает учителем в техникуме, ну, есть минимальная зарплата, ну, сколько людей, беженцы, после войны голодают, он все раздает людям, дома денег нет, и даже у них отключили электричество за неуплату, потому что нет денег, не платили. И вот, значит, жена ему говорит, Ицкак, вот тебе 5 рублей, и пойди заплати за электричество, у нас в доме нет электричества, нет цвета, где-то она достала эти 5 рублей. Он выходит из дома, и у него ситуация, значит, ситуация у него такая, есть человек, у которого он занял деньги несколько месяцев назад, есть другой человек, у которого он занял деньги несколько недель назад, и есть долг за электричество, куда надо заплатить, и всего есть 5 рублей. Теперь, куда ему нести эти деньги? Тот, у которого он занял несколько месяцев назад, у него все с деньгами понятно, ну, хорошо в данный момент, он не страдает, но по правилам нужно отдать вроде бы ему. Тот, у которого он занял несколько недель назад, у него какая-то проблемная в жизни ситуация в данный момент, или он проблемно к этому относится, есть люди, которые, я не помню вот этих вот нюансов, которые очень бывают люди, страдают, если что-то там не по правилам, он будет больше страдать. Я помню, тот, кто дольше, он должен был, он не страдает, тот, кто меньше должен был, он страдает. И жена сказала заплатить за свет, но за свет они, ну, я не знаю, насколько у них были в этот момент страдания. И вот он для себя решает, в этой ситуации, в жизненной, да, надо принять решение, куда, куда дать деньги. Он знал весь Шелханрух, в отличие от нас, и весь Талмуд, в отличие от нас, и, ну, то есть, он был сыном Рава, внуком Рава, правнуком Равина, то есть, у него была некая технология, как, что делать, и он хотел максимум поступить, как поступить правильно в этой ситуации. В общем, в итоге, я не помню, кому он поехал отдавать эти деньги, но 40 минут он, уже он ехал в одну сторону, не ехал там, бежал, шел, в общем, вот так. Через 40 минут он приезжает на квартиру к одному из тех, которые, ну, то, что он точно, я помню, что он не пошел платить за электричество. Приезжает отдавать долг. В это время его арестовывают, потому что в то время милиция, она арестовала, на всякий случай, всех подозрителей. И того, кому он пришел отдавать долг, за что-то арестовали. И милиция сидела в засаде, арестовывали всех, кто к нему приходил, значит, и ехали к ним домой с обысками. И они приезжают к Коровыскаку с обыском, и в этот момент обнаруживают у него дома сверток на 49 тысяч рублей облигациями. Я помню, у меня тоже дома были такие облигации. В Советстве Союз делал принудительные государственные займы, и людям выдавали часть зарплаты вот этими облигациями, зато можно выиграть машину, или там, ну, были как лотерея, да. И у многих дома были вот эти вот облигации. А были люди, которые все равно коммерсанты такие в душе, они все время зарабатывали деньги, они не могли, это было их призвание в жизни делать деньги, да, зарабатывать деньги. И один из таких вот коммерсантов, он зарабатывал деньги, скупал на них облигации и хранил их не у себя дома, а дома у учителя техникума праведника Равыцка-Казильбера, потому что у него никто бы не подумал, что могут лежать эти деньги. И он их у него там хранил, значит, где-то спрятаны они были. Милиция приезжает, делает обыск, находит эту сумму. Ему говорят, опачки, вот, живешь бедно, электричества нет, а у тебя дома такая сумма денег лежит. Где ты взял эти деньги? Он сидит опять думает в милиции. так, кто-то, чьи деньги, он уже пожилой человек, ему там за 60, он, у него был там инфаркт, плохо с сердцем, он, если его сейчас арестуют и в тюрьме начнут пытать, где он взял деньги, а он эти деньги где-то незаконно заработал, потому что нельзя было в Советском Союзе зарабатывать, значит, его, если начнут там в тюрьме бить, ну, милиция, как она допрос ведет, он умрет. Получится, что я его сдал милиции, и его из-за меня убили. Есть же такая возможность? Есть, и она достаточно реальная. Теперь, если я не скажу, то меня могут посадить. дома семья, дети, но он решает по своим каким-то знаниям, он знал всю Тору, он решает в этой ситуации сказать, что деньги его. И он говорит, деньги мои, все, они говорят, где ты их взял, какие, давай, сдавай, всех рассказывай, бьют, пытают, он говорит, деньги мои, где взял он, я не знаю, что он им отвечал на этот вопрос, потому что, ну, у меня бы не было ответа на этот вопрос. Он же не, по-настоящему там он их не зарабатывал, не участвовал ни в каких махинациях, ни в чем. В общем, проходит день, его держат в милиции, тот, которому за 60, и он, коммерсант, махинатор, это, да, чьи деньги, он тоже в это время сидит дома с большим внутренним вопросом, как поступить. Он знает, что деньги его, он знает, что у Равицка дома дети, семья, что его сейчас посадят, а он, это деньги его, но за ним не приходят. Он сидит и думает, что же делать, что же мне делать. И он решает прийти, значит, и сказать милиции, что это его деньги, спасти Равицкого. Он приходит, и что? Значит, говорит, деньги мои. Милиция говорит, вот, поймали сообщника, значит, у вас групп банда, которая занималась махинациями, вы все равно заодно, иначе не может же быть, чтобы деньги там лежали. И мы раскрыли групповое преступление, значит, и обоих, обоих в тюрьму, в трудовой ладере на исправление, на три года. И вот он с 950 по 1953 год оказывается в ладере, в тюрьме, в трудовом ладере на исправление трудом за то, что он участвовал в махинации, значит, против советской власти. Не против советской власти, просто махинации. Вот, вот такая вот бывает в жизни ситуация. Значит, дальше он в тюрьме, там у него целое огромное количество выборов. И в итоге, в итоге каждый из нас оказывается в жизни перед серией вот таких вот выборов. То есть, не таких, конечно, не дай бог нам никому такие выборы, но выборы есть. Выборы есть, как отнестись, когда кто-то делает не так, как ты хочешь, и ты считаешь, что ты прав, но он-то тоже считает, что он прав. Как быть в ситуации, когда у тебя там не додали по твоему мнению, а вторая сторона уверена, что она тебе передала вообще, и что тебе вообще даже то, что дали тебе не положено. Есть же люди разные, и ты говоришь, что мне хочется, чтобы ты ко мне лучше относился. Я к тебе лучше. Ты вообще, даже как я к тебе отношусь, и то тебе много. Есть такие ситуации в жизни. И вот, значит, как быть? Значит, мы изучали путь простой. Путь простой сказать, все в руках Всевышнего. Всевышний, значит, разберись. Я все отдаю на твою волю. Это называется упование на Всевышнего. И ты, уповая на Всевышнего, говоришь, ну, давайте посмотрим. Искак, он же уповал на Всевышнего на самом высоком уровне. Ну, как применить в этой ситуации, когда ты там должен пять рублей, там должен пять рублей, там должен пять рублей, упование на Всевышнего? Пойти просто, как Тора говорит направо но если ты не знаешь что делать, иди направо по Торе правая сторона имеет преимущество один вариант взять, бросить жеребий, да, как бросал Аман что жеребий это от Всевышнего значит, Орел Орешка тоже может быть вариант, да, упования на Всевышнего но что? а если это по Торе неправильно? ну и здесь в принципе, ну непонятно а если это три равноценных действия налево пойдешь, направо пойдешь, прямо пойдешь никогда ты не знаешь и вот здесь значит, мне кажется что мы подошли вот к этому перекрестку в обучении где все-таки после того, как мы Пейсах проходим Пейсах это выход на свободу выход на свободу это на свободу выбора можно добавить такое слово на свободу выбора, что где бы ты ни был как бы ты ни казалось детерминирован то есть определен внешними обстоятельствами у тебя всегда есть свобода выбора то есть всегда есть у человека полная свобода выбора в этом и является как бы главная сущность подобия человеку человека творцу есть свобода выбора выбора интерпретации да, то есть как в Мишле в притчах царь Соломон говорил неоднократно много замыслов в сердце человека то есть у тебя замыслов может быть вообще миллион или есть, он там начинает для Адам Марахот Лев для человека дорожьте его сердце да, но дальше в Атса Ташем как бы решение Бога это сбудется или для человека дорожьте его сердце тропинке но от Бога то что ответит твой язык или для человека дорожьте сердце но от Бога Мицедей Гевер это то что человек сделает шади человека то есть уже дальше это уже мир Всевышнего но свобода-то внутри это первый выход в Песах на свободу свобода выбора свобода выбора кто я то есть вот эти вот внутренние интерпретации это свобода выбора а что ты уже скажешь я расскажу мне нравится эта шутка такая когда за столом есть такой анекдот у психологов называется оговорка по Фрейду когда сидит семья за столом таким да, там собрались родственники это психологический анекдот не религиозный и приехала мама жены как раз теща и муж оговорка по Фрейду он хотел попросить это самую тещу маму он хотел сказать передайте соль а сказал говорит ты сука мне всю жизнь испортила оговорка по Фрейду то есть он внутри он думал то что то что у него значит ну что она ему жизнь испортила но когда он сказал это иллюстрация на то что от человека пути его для человека ему принадлежат свобода выбора пути его сердца а от Бога то что скажет язык но то что внутри он выбрал так думать про маму жены которая святая женщина которая действительно воспитала ему прекрасного помощника против него которая воспитывала его и помогала ему исправить все его качества а он выбрал думать плохо про маму которая в принципе кроме добра ничего им не хотела обычно всегда и теща и свекровь они хотят только добра ну любая теща и свекровь подтвердят это это мое предположение да если бы он думал что намерения его теща позитивные он бы не думал внутри что она ему всю жизнь испортила но уже когда он говорит от Бога то что он скажет бывает человек оговорился он думает что я оговорился а сейчас он знает от Бога то что язык скажет это притчи это не я придумал значит далее далее значит на песок мы вышли на свободу выбора то есть мы вышли на свободу что ты внутри можешь выбирать все что угодно и в этот момент оказались на перекрестке не просто на перекрестке семи дорог а на перекрестке 777 дорог и что теперь да значит что ну хорошо а куда теперь эту свободу выбора реализовывать могу туда 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 даже книгу вот что дальше изучать дальше двигаться в сторону принятия продолжать тренироваться потому что здесь очень важно то что выучил на на песах там многие вещи да именно я начал учить Аллахот законы и по закону то например когда утром каждый день есть в Шулхонорухе в Шулхонорухе есть такая правило что утром надо читать есть отрывок про ман как Бог давал в пустыне ман каждый день там есть отрывок про ман зачем читать каждый день ну что недостаточно раз в году прочитать про ман мы же читали ну знаем вот Бог давал 40 лет каждый день выпадал ман а перед субботой пятницу выпадал на 2 дня даст Бог день даст Бог пищу он тренировал почему каждый день читать а говорится Потому каждый день надо читать, что если ты читаешь каждый день, то ты каждый день включаешь в себе заново вот этот вот бетахон упования на Всевышнего, что даст Бог день, даст Бог пищу. А если ты раз в году прочитал, то ты раз в году включаешь. То есть человек, человеческое мышление требует постоянной подпитки. Теперь свобода выбора. Или иду дальше, увеличиваем радость, благодарность, по второму разу книгу Сад Благодарности, там Сад Мира у него есть книга, еще более крайняя в отношениях, даже специалисты, ну вот из Раваш Аркушнир, есть самый большой специалист в семейных отношениях в еврейском мире, в русскоязычном, Раваш Аркушнир. И я его спрашивал учить эту книгу Равшала Маруша, называется она Сад Шалом. Он говорит, это для экстремистов, эта книга для экстремистов, то есть это настолько крайний подход, когда, ну для мужчин, там пишет эту книгу, он говорит, во всем вообще уступает. То есть вообще жена, это экран, через который Всевышний с тобой общается. Веришь, что все от Всевышнего? Отлично, мы с тобой Сад Веры уже прошли, это его первая книга. Сад Веры, чтобы убедиться, то есть должна быть глубочайшая вера, что все от Всевышнего. Второе, это Сад Благодарности, когда ты за все благодаришь. А третье, это Сад Шалома, Сад Мира, когда ты перед женой растворился, тебя нет. И ко мне сейчас несколько человек, которые учили Сад Благодарности, у которых есть семья, отношения. Они говорят, такой класс, я там с женой все вообще, все уступаю, все благодарю, все. А потом жена, она напирает, 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 напирает. Она может не читала же это Сад Благодарности, да, уроти не посещала. И в какой-то момент, тоже мне там несколько человек обращались, говорят, ну вообще не знаете, что дальше делать. Уже все, меня просто к стенке приперли, уже все, я, говорит, меня нет. Что делать дальше? Это как бы первый вариант. Продолжать дальше, понимать, что все от Всевышнего, это не она тебя приперла, это Всевышний тебя приперл. Радуйся. Приперли к стенке, значит там твое место. Значит вот стена, это как раз и есть твое прекрасное место, полюби стену. Все приперли, все полюби. Второй вариант, это начать изучать, начать изучать, значит, вот. И вот второй вариант, но он очень тяжелый, я для себя сейчас думаю, как же за него взяться. Значит, мы же, когда после Песока, когда ты выходишь на свободу, начинается 49 дней, это сферата омер. Мы считаем омер, это время, 49 дней до дарования Торы, это время исправления качеств. То есть еще Торы пока нет, исправляем качества. Наверное, я думаю, что мы так и пойдем, будем изучать книгу, называется «Путь цадиков». Там про исправление всех качеств. Не только быть все время благодарным, а там есть и про все качества остальные. То есть мы исправляем все качества для того, чтобы управлять собой, своими эмоциями в разных проявлениях. Там, ну, я даже ее сегодня, вот сейчас только приехал, я ее принес, да, вон она лежит. Открою оглавление. Называется книга «Книга о человеческих достоинствах. Путь архотца детей». Вот тут оглавление, я вам прочту, какие качества здесь есть. Да, оказывается, есть не только благодарность, у человека есть и другие качества, и Тора тоже о ней говорит. «Врата гордости, врата смирения, врата стыда, врата наглости, врата любви, врата ненависти, врата милосердия, врата жестокости, врата радости, врата беспокойства, врата сожаления, врата гнева, врата ворота». Ворота. Там были у нас сады благодарности, а тут ворота. Ворота гнева, ворота зависти, ворота расторопности, ворота лени, ворота щедрости, ворота скупости, ворота памяти, ворота забвения, ворота молчания, ворота лжи, ворота это как двери широкие, ворота правды, ворота лести, ворота злословия, ворота раскаяния. И потом идет Врата Торы, и потом идет Ворота Страха перед Всевышним. То есть, эта книга, она, значит, она говорит о исправлении качеств. Может быть, мы ее как раз будем изучать, потому что это время сейчас, это время, в котором мы сейчас находимся, оно как раз о исправлении качеств. Потом приходит праздник Шавуот и дарование Торы. Там еврейский народ сказал, сделаем, потом будем разбираться, принять на себя Тору. Тора это правило поведения во всех областях. То есть, есть закон, который называется Аллаха, как действовать в любой ситуации. И дальше мы должны прийти уже к радости, опять заканчивается у нас годичный цикл. И в Суккот мы, наверное, начнем снова изучать Каэлит Экклезиаст. Как раз издадут уже книгу Суккоту с комментариями. Мы сможем опять изучать Каэлит Экклезиаст. Наверное, мы так и пойдем. То есть, мы будем изучать сейчас, мы начнем с завтрашнего дня. С радостью мы закончили. Все. Уже мы, слава Богу, достигли высочайшей радости. Все, кто хотят дальше двигаться к радости, значит, есть под каждым моим уроком, есть такая ссылочка, написано «Антета в онлайн-школу «Жизнь по Торе». Значит, вот вы заходите в эту анкету, заполняете онлайн-школу «Жизнь по Торе». И после этого к вам приходит ссылочка на специальный телеграм-бот с искусственным интеллектом. Называется этот телеграм-бот «Тора Трон». «Тора Трон» он называется. В этом боте «Тора Трон» есть все циклы уроков, все наши другие боты. То есть, он помогает вам ориентироваться. Вот в нашем онлайн-школу «Жизнь по Торе» во экран мы уже занимаемся 7 лет. 7 лет у нас есть разные циклы уроков. И мы сейчас увеличиваем, приглашаем, слава Богу, так как у нас есть сейчас друзья во экран, партнеры во экран, спонсоры во экран. Мы сейчас делать будем живые уроки каждый день, зум-уроки. Вот как раз я приехал, сейчас будем этим с Божьей помощью. Значит, да, в Телеграме есть как раз во экран группа, все в Телеграме у нас. Есть в Телеграме группа, где как раз комментарии во экран, канал во экран, я сейчас на него этот урок и размещу. Значит, и в этом чат-боте, этот чат-бот такой искусственный интеллект, да, «Тора Трон», там есть все, приходят оповещения о уроках. Там приходит, есть, если вы, например, помогаете в Айкра, или там друзья, партнеры, спонсоры, есть возможность, чтобы кнопка прям, чтобы на вас молились на кот или возле стены плача. Можно с Равином там пообщаться и так далее. То есть это у нас такая онлайн-школа. И мы пойдем по вот этой вот системе, наверное, да, то есть у нас есть радость, мы уже отработали. Но все уроки есть там, почему я начал сейчас про это говорить. Все, кто позже присоединились, они могут пройти цикл 120 уроков по книге «Сад Благодарности». Там есть уроки, например, по Мишли, мы сейчас что сделали в этом боте? Уникальная штука. Раньше у нас был просто бот, где есть все главы притчи царя Соломона, дальше есть на любой отрывок можно получить отдельный комментарий. А сейчас мы добавили, что к каждому отрывку прикреплен видео урок, в котором мы этот отрывок разбирали. То есть вы можете полностью изучить Мишли, любой. Хотите, просто читайте, хотите, смотрите. И так мы хотим сейчас делать по всем циклам уроков. А вот с дарования Торы, с Шавота, мы начнем изучать и делать, но я сейчас говорю про свою серию уроков. Потому что у нас есть и другие Равины, я не Равин, другие преподаватели Торы назовем. То есть мы как платформа, мы даем место преподавателям Торы. И сейчас благодаря партнерам, спонсорам, Вайкра и друзьям у нас есть уже деньги на то, чтобы приглашать и создавать любые циклы уроков. И мы сейчас как раз у тебя вернулся, собираемся все вместе и начинаем делать еще, дополнительно открывать новые циклы уроков, чтобы каждый нашел себе то в Торе направление, которое вам в данный момент нужно развивать, осознавать, понимать, чтобы через Тору соединяться со Всевышним. Все, шаббат шалом, всем прекрасной недели. Я очень рад, что я прекрасного шаббата, изране я говорю, хорошей недели. Очень рад, что я вернулся в Израиль, прям полон сил физических, духовных, слава Богу, значит, чтобы дальше развиваться. Видите, 1% better every day. Надо становиться всего лишь на 1% лучше каждый день, соревноваться только с собой и развиваться в физическом, духовном, эмоциональном, интеллектуальном развитии, реализовывая свой потенциал духовный, нахождение в этом мире, в этом смысл, в этом смысл нашего здесь нахождения. Все, всего хорошего, шаббат шалом. И чтобы с Божьей помощью Всевышний дал всем хорошим, добрым людям здоровья, благополучия, духовное развитие, избавления, счастья. Все, всем пока, до воскресенья. Счастливо.